Всем привет, меня зовут Илья. Так случилось, что сегодня среди ночи я встал в холодном поту и понял, что на моем канале нет ни одного видео, посвященного хаммерам, пулам и всему подобному. Поэтому я решил этот пробел, эту недоработку сегодня доработать. Сегодня мы поговорим о том, как играть хаммеры на басу, как играть хаммеры слэпом, как играть фирменные хаммеры. Я покажу несколько примеров использования крутых хаммеров, которые звучат. Вообще разберем эту тему, что это значит, как это играть, зачем это нужно. Поговорим о штрихах, поговорим о приемах выразительности. Так что давайте начнем уже поскорее. Я думаю, что большинство из вас знает, что такое хаммеры, тем более если вы гитарист или басист. Огромное количество материалов есть на ютубе, в интернетах и тому подобное. Эта тема не супер какая-то секретная, не супер секретная инфа, все об этом знают. Но я думаю, несмотря на это, сегодняшнее видео даст вам много чего интересного, много информации, которую вы до этого не слышали. Начнем сначала. Что такое хаммер? Хаммер это штрих. Штрих это особый прием художественной выразительности при игре нот, при игре музыки, при игре рифов, при игре соло, при игре аккомпанемента и т.д. и т.д. и т.д. Например, возьмем две ноты. Ля и Си. Эти две ноты можно сыграть вот так. Можно сыграть вот так. Можно сыграть вне пальца. Можно сыграть... И так далее. Это будет совершенно разная музыка. То есть, несмотря на то, что я играю две одинаковые ноты, но это разные штрихи. И это очень важно, потому что музыка будет не так звучать, если не тот штрих подобран, правильный. Например, я могу сыграть такой риф. Ну и так далее. Я могу сыграть так. Могу сыграть так. Могу сыграть. Могу сыграть так. Могу сыграть. Вот так. Могу сыграть. Могу сыграть вот так. Могу сыграть так. Это будет совершенно разная музыка, несмотря на то, что я играю одни и те же ноты. Это разные штрихи. Они дают разную краску. Они дают разные ощущения. Разное впечатление. Разные эмоции. Разные цвета. Разные вообще ощущения, так скажем, пространства и времени. Например, даже если вы записали какой-то риф и неправильный штрих подобран, не тот, который вы хотели, не тот, не он будет абсолютно не так звучать, во-первых, во-вторых, некоторые музыканты даже сразу выкидывают, если просто не так две ноты сыграны, там, не знаю, 200 нот и две сыграны не так, можно выкинуть партию, поэтому это очень важно. И здесь есть такое понятие интонационный слух, конечно, это шокирующая для вас информация, потому что навряд ли где-то вы слышали, но музыкантов может есть еще, помимо слуха обычного ноты, есть еще интонационный слух, когда человек уже различает эти нюансы, эти штрихи и может их спеть, может их сыграть и т.д. и т.д. и т.д. У каждого музыканта есть свой запас этих штрихов, свой запас вот этого художественного арсенала, который он использует, свои методики этого. Это зависит от того, насколько он снимал каких-то музыкантов, зависит от того, какую музыку слушал, какие инструменты он снимал, например, можно взять штрихи у трубачей каких-то, какие-то определенные, если у басиста или у саксфониста, у гитариста в учебниках или при съеме. Это ваш личный опыт, вы набираете и учитесь использовать эти штрихи, как вам нужно. Для того, чтобы у вас музыка была не просто набор какой-то нот, каких-то непонятных, ну, абсолютно, как сказать, без души, без души, чтобы она была слухабельна и красиво звучала, штрихи необходимы. Есть определенные штрихи, которые я сейчас расскажу о них, которые каждый басист должен знать, но есть и штрихи, которые вы можете даже сами придумать, например, попробуйте изобразить на вашем инструменте, скажем, пение птиц или виск тормозов, дождь, снег, и вы сможете найти какие-то даже свои штрихи. На мой взгляд, бас-гитаристу нужно знать всего три типа штриха. Первый штрих – это даташе, так называемый, от французского слова «раздельный», что обозначает, что каждая нота звучит так, как она записана, без всяких каких-то отдельных приемов и отдельных обозначений. Например, вот восьмые, они должны быть как восьмые. Каждый палец снимается в последний момент перед взятием следующей ноты. Вот такое даташе. Второй штрих – это у нас, собственно, легато. К легато относится наша, так называемая, хаммер, как раз к легатной группе. Это восходящая легато. Первая, всем известная, когда мы делаем акцент и извлекаем, первая у нас извлекается нота, собственно, правой рукой, а вторая извлекается ударом по следующим пальцам. То есть мы извлекаем один раз звук. Как правило, если математически на это взглянуть, то перед каждым началом лиги, перед каждым началом хаммера мы делаем акцент. Вот такая фраза. Перед каждым началом лиги делается акцент. Легато, соответственно, обозначается такой дугой в нотах, может быть, видели. В общем, это может быть несколько нот, там, 4, 3, а изолегованы. Это значит, что они играют с легатой. Легато может быть по 3-4 ноты. Вот такое вот. Вот такое вот. Это у нас хаммеры, восходящие. Хаммер можно отнести к первому варианту исполнения легато. Это хаммер или восходящая легато. Первый вариант. Второй вариант – это нисходящая легато, это пул. Когда мы срываем палец и играем вниз легато. Вот такое. Это тоже легато, оно может обозначаться дугой в нотах. Но это будет как пул. Можно поиграть такое упражнение. Как бы хаммер-пул чередуя, тренируя палец. Бесконечно вот так вот. То есть мы играем и хаммер-пул, восходящий, нисходящий легато. И так далее. То есть пул – это второй способ излечения, второй способ штриха легато, когда мы играем нисходящий, вниз. Понятно. И третий, последний вариант исполнения легато – это когда мы играем на разных тронгах. Например, вот так. Первая нота легато у нас, соответственно, мы извлекаем правой рукой, либо слэп, либо просто. Вот таким образом. Но на другой стороне мы просто бьем пальцем, извлекаем звук ударом левой руки пальцем. Или вот так. Вот тоже будет легато. Третий вариант на разных тронгах. И последний штрих важен для бас-гитариста – это стакката. Прерывность исполнения нот. Когда мы снимаем ноту левой рукой. Обозначается точка под нотой. Все это знают. Итак, приступим к практике и выучим несколько крутых фирменных фраз с использованием хаммеров при игре слэпа. И первый вариант, который я бы хотел вам рассказать и про него показать – это с игрой открытых струн. Открытая струна плюс хаммер. Как это звучит? Взяли, к примеру, у нас си, си минор. И в конце играем легато на разных струнах. Мизинцем. И быстро. Рекомендую разыгрывать этот прием медленно. То есть берем метроном, это секстоли, это 16-е триоли, секстоли. Папу-ту, 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 папу-ту. Поймайте в голове этот ритм, это триольная пульсация. Не всем будет легко играть. Некоторым, кто привык играть рок, панк-рок, металл, будет тяжело. Вот этот вот, вот этот маршевый метальный такой ровный ритм на триоле, как бы, переходить на триоле. Но это нужно привыкнуть. Не все к этому привыкли. Поэтому, допустим, поставим метрономчик Рекомендую начинать вот в 65 Это на самом деле еще сложнее, чем в быстром темпе играть Поэтому начните в 65 и вот эти секс-толи Папа-ту-папа-ту-папа-ту-папа-ту-папа-ту-папа-ту-папа-ту-папа-ту Отработайте вот эти триольные в голове, даже просто попойте Это очень полезно будет И вот этот прием можно совместить и позаниматься Вторая фирменная и крутая фраза с использованием хаммеров в слэпе Будет через игру подцепа ноты соль Это будет нисходящая игра хаммеров через подцеп ноты соль Как это будет звучать? Например, в си или в ля Или в соль Давайте в ля Вот так вот То есть медленно, если разобрать, это будет, значит, удар Подцеп И тоненько Вот таким образом Опять же, рекомендую начинать с медленного темпа Это опять же секс-толи Ну или триоль, если в два раза, допустим, в два раза быстрее Короче, триольная пульсация Таким он Тут вы можете придумать какие-то свои риффы там И так далее То есть фантазия Играйте, чередуйте, вставляйте вот эту фразочку Она будет очень, так скажем, разбавлять ваше слэпе Делать его интересным Сразу-таки чуваки послушают вас Вау, ничего себе, крутое Чувак снимал кого-то, фирменных музыкантов, видимо То есть это круто будет, если вот использовать такие фразы Опять же, ставим медленный темп Ловим опять 65 Опять 65 BPM Папу-ту-папу-ту-папу-ту-папу-ту И вот тренируемся в медленном темпе Вот таким образом Ничего сложного Главное, обращаю внимание, чтобы вот этот подцеп Ноты соль, мертвый, да Он четкий был Всегда То есть он важен здесь Потому что у новичков может быть проблема Что будет теряться вот эта соль В общем, здесь есть свобода для творчества Поэкспериментируйте, позанимайтесь поднутроном По любому пользу будет однозначно, гарантирую Так, и последняя фирменная фраза С использованием хаммеров Я, честно говоря, не знаю, как ее использовать Я ее где-то снял и так и не понял Не могу сказать Не могу даже какой-то риф определенный вам показать Не знаю, как это играть Но это вам как домашнее задание Можете сами придумать, поэкспериментировать Такой неоклассический прием Тоже с открытыми струнами Вот такая вот Мы играем две струны Открытая ля, открытая ре И одна устойчивая вверху нота В данном случае этот ми Можно также пробовать этот прием от разных нот И так далее Вот в общем-то и все, что я хотел сегодня сказать Надеюсь, ничего не забыл Надеюсь, это видео будет, так скажем, для вас мотивацией Какая-то новая пища для ума Для музыкальных идей Для вдохновения Для практики Практика важна Практика самая главная Поэтому я думаю, что в любом случае польза будет И вы сможете это использовать в своей игре И ваши фразы станут более фирменными И слэп станет круче Я надеюсь на это Но там уже все зависит от вас Вот, кто, собственно, хочет, допустим, попрактиковаться После этого видео Можете скачать на Boosty Там есть к этому видео будет файл Приложение, практикум для с хаммерами Где будут рифы К каждому вот этому приему По одному рифу для разыгрывания Кому интересно, можете также там скачать Тем самым меня поддержав Кому интересно, кто хочет, так скажем, позаниматься побольше Как вариант Все, на сегодня все Я надеюсь, это было не зря Сегодня, так скажем Наша встреча Всем удачи Всем хорошей практики Всем любви, доброты Подписывайтесь на Обязательно ставьте колокольчики Обязательно ставьте лайки Обязательно ставьте все, что Как это обычно принято Для того, чтобы, так скажем Мой канал не опускался на днище И в группу ВК вступайте И так далее, и так далее, и так далее Все, всех, всем спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok